Давайте начнем сразу с того, что должно быть столпом в вашем гардеробе. Это классические ботинки. Я прямо слышу, как вы говорите, Антонио, ботинки уже существуют тысячи лет, это не современная обувь, которая должна быть у мужчины. Да, вы правы, ботинки уже существуют тысячи лет. Все началось с сандалий, у которых было покрытие для ног на севере от Сибири до Китая. Таким образом, ботинки использовались по всему миру и в различных ситуациях. Вот у меня в руке классические западные ботинки. Они хороши тем, что защищают не только вашу лодыжку, но также и икры. Еще они хороши за счет пятки, которая хорошо держится в стремени. И заметьте, что у них нет шнурков. А в случае, если вы упадете с лошади, то вы не зацепитесь за нее, а просто потеряете обувь и останетесь босым. Ну а вообще, шнурки на ботинках очень полезная вещь. Они позволяют ботинкам плотнее прилегать к ноге, лучше держать лодыжку и икру. Это отличные ботинки, если вам предстоит прыгать с парашютами или идти по горам 20 километров. Если это слишком, то можно взять что-то попроще. Как в весе, так и в дизайне. Вот, пожалуйста, легкие пустынные ботинки. Они справляются с жарой и в то же время держат лодыжку. Господа, буквально 20 лет назад можно было найти сотни функциональных ботинок и очень мало нарядных ботинок. Такие ботинки, которые можно было бы носить с джинсами, пиджаками или с костюмом. Сегодня же картина полностью поменялась. Когда дело касается ботинок, то у вас есть уйма вариантов. Давайте вернемся к этим армейским ботинкам. Если бы они были чисто черными, то не думаю, что их можно было бы носить. Но из-за того, что они замшевые и темно-зеленого цвета, у них красивая фурнитура, они выглядят очень симпатично. Все в них привлекает к себе внимание. Так что, да, их спокойно можно носить. Может, не с пиджаком, но однозначно с темными джинсами и хорошей рубашкой. Это будет отличная комбинация. Господа, это я и хочу сказать, что существует очень много современных отличных комбинаций, когда дело касается ботинок. Вам хочется что-то более casual, с широким носком для большего комфорта? Тогда обратите внимание на дизайн типа макосин. Хотите плоскую подошву для лучшего сцепления? Пожалуйста. А может вам нужен каблук, чтобы быть на пару сантиметров выше? Нося ботинки, вы должны ощущать себя как рок-звезда. Для этого можно поискать модели дизайна Джо Тхпур. Можно подыскать что-то более яркое. В общем, сотни вариантов, парни. Ладно, давайте буду более специфичным. Первые две пары обуви в моем списке это шнурованные нарядные ботинки и ботинки-слепоны. Они же Челси. Итак, шнурованные ботинки существуют различных стилей и уровня формальности. Скажу просто, что чем темнее ботинки и чем проще их дизайн, тем больше эти туфли подходят к костюму. А в плохую погоду их можно надеть и под темный костюм. Но в целом у этих ботинок резиновая подошва, есть немного брагирования. Такие ботинки подойдут к различным брюкам и джинсам. Ну, а вот Челси. Эти ботинки я сам надеваю в плохую погоду с костюмом, потому что они защищают лодыжки. И в целом у них очень приятный и утонченный дизайн. Они уже на рынке примерно 70 лет, поэтому, наверное, нельзя сказать, что это современная классика. Но в последние лет 15-20 мы видели очень много интерпретаций этой модели, поэтому я решил внести их в этот список, потому что они мне нравятся. Они функциональны и я думаю, что они возрождаются. И, кстати, дождитесь конца видео, там вас ждет сюрприз. Далее в списке это Холкотт или цельные туфли. Они получили свое название, потому что сделаны из цельного куска кожи. Это самый дорогой кусок кожи и он самый маленький и редкий, поэтому они стоят дорого. Я считаю, что эти туфли станут современной классикой из-за своей простоты и изящного вида. Это, пожалуй, самый элегантный дизайн, который можно встретить. Хоть они и стали популярны в последние лет 15, в целом этот дизайн существует уже тысячи лет. Раньше это была обувь для королей, потому что в ней использовались редкие куски выделки. И обычные люди не могли позволить себе такое. Те, кто хотел выделить, собрали себе что-то наподобие такой обуви. Сегодня же все сводится к простоте. Когда я думаю о формальном образе, то я представляю себе туфли, которые будут хорошо сочетаться с костюмом, при этом не привлекать к себе внимание, но в тот же момент быть очень элегантными. Поэтому Холкотты выделяются. Для начала можно попробовать черные туфли. Они подходят почти под все, не будут привлекать к себе много внимания. И их можно будет надеть с вашими самыми формальными костюмами. Этот цвет, я считаю, что он просто потрясающий. Но поймите, что эти туфли уже будут выделяться. К тому же тут есть небольшой градиент. Это делает данные туфли менее формальными. Их тоже можно носить с различными костюмами. Но на мой взгляд они уже не подойдут под все. Вот коричневые. Их можно надеть с любым спортпиджаком и брюками. Даже возможно надеть их с темными джинсами. И с синим костюмом сочетаются. Давайте немного поменяем формат и рассмотрим туфли, которые можно носить каждый день и выглядеть хорошо. Это классические лоферы. Многим парням не нравятся лоферы, потому что они ассоциируются с лигой плюща или другой мажорной тусовкой. Эти парни твердят, что они голубые воротнички. С чего это они бы стали носить что-либо что носили в 1980-х банкиры в Нью-Йорке? Но вот в чем суть, они давно переросли уже это. На самом деле это очень классные кэжуал туфли, которые могут подойти очень многим мужчинам. Только посмотрите на эти зеленые замшевые лоферы. Обратите внимание на язычок, он длиннее на 2-3 сантиметра. И это будет ощущаться, когда на улице жарко. В них будет значительно прохладнее и комфортнее. Недостаточно прохладно для вас. Хотите передовой дизайн? Лоферы сделаны как туфли без шнурков. Они легко надеваются и снимаются. Вот, к примеру, перфорированная кожа. Вообще это даже не кожа, а кожзам. Перфорация позволяет воздуху проходить и ноги могут дышать. Подошва резиновая. Она приклеена. В целом такая обувь носится от силы пару сезонов. Так что да, они хорошо выглядят и выделяются. И вам в них будет комфортно. Тот же концепт, но уже другой дизайн. Это классические пенни лоферы, удлиненный язычок и перфорированная кожа. На темной обуви это не так сильно видно. Но они также хорошо пропускают воздух, так что ваши ноги будут благодарны. Если комфорт это ваша главная цель, тогда обратите внимание на макосины. У них более широкий дизайн. Ноги в них будет удобно и комфортно, даже если вы накручиваете километры, как я в этих. Да и плоская подошва подходит для яхт, чтобы не скользить. Хорошо, Антонио, это все прекрасно, но я работающий человек, мне надо ходить в офис. Мне нужно что-то разнообразное, то, что было бы одновременно и нарядным и casual. Что ж, господа, в таком случае не стоит искать дальше, чем броги. Можете выбрать половинчатые броги или четверть. Возможно, вам подойдут полные броги. Хотите порхать? Тогда как насчет крылатых брогов? Друзья, броги это классические мужские туфли, но они вернулись в моду совсем недавно, потому что они очень универсальны. Их можно надеть с чем-то нарядным или повседневной одеждой. Они бывают различных стилей и вам следует знать разницу, потому что чем больше брогирования вы видите на обуви, тем более casual она будет. Поэтому, если на них немного перфораций, скажем, на носке или это половинчатые броги, то такие можно надеть даже с костюмом. Особенно если это темно-коричневый или черный цвет. А если это светло-коричневые полные броги, то это уже casual обувь. Есть вообще такое заблуждение, что туфли это неудобно. Туфли, которые не подходят вам по размеру, неудобные. Очень многие парни не знают, как выбрать туфли подходящего размера. И поэтому они покупают неудобные туфли. Поэтому, покупая их, убедитесь, что они подходят вам по размеру. У этих туфель шов Гудьер. Я о нем говорил ранее. Гудьер это когда они прошивают подошву прямо к верхней части и получается шов. Поэтому и называется шов Гудьер. Также есть стежок Блейка. Туфли с этим стежком более деликатные. Чаще это итальянские модели. Сама техника пришла оттуда. Его делают при помощи машинки. Эта обувь легче. У них есть шов. Но они не будут такими водонепроницаемыми, как туфли со швом Гудьер. В целом, любой из этих стилей будет лучше, чем просто приклеенная подошва и в них будет удобнее. Кстати, да, вы можете найти ботинки броги, потому что брогирование – это перфорация в коже. И это никак не привязано к стилю и типу обуви. Можно найти Оксфорды, Блюхеры или такие вот ботинки, у которых есть перфорация, что делает их более кэжуал. Кстати, это привлекает внимание, а многим просто нравится их вид и текстура. Лично мне очень нравится. Хорошо, господа, давайте перейдем от брогирования, которое есть у этих туфель, к контрастным цветам. Можно встретить различное сочетание цветов, материалов и большинство мужчин будет держаться от этого подальше. Слишком вычурно для меня, не хочу покупать то, что не буду носить. Многие так думают. Но когда я вижу такие вот туфли, то я думаю, вау, это отличный способ добавить остроты в свой гардероб. Да, они, возможно, не будут такими универсальными, как другие туфли, потому что люди их запомнят. Но если у вас уже есть три-четыре пары в ротации, то вы берете себе и пятую пару, может, седьмую, восьмую, девятую. Эти туфли, они не будут универсальными, но они принесут вам комплименты, их будут замечать. Люди будут смотреть и говорить, вау, посмотрите на эти туфли, они круто выглядят. Это то, что нам нужно. Туфли, в которых вы будете выглядеть на миллион и получать комплименты целый день, пока вы в них ходите. Контраст не обязательно должен быть связан с различными материалами. Это может быть та же самая кожа, только разных оттенков. Например, у этих относительно маленький контраст, типа черный с белым или белый с коричневым. Но мне больше нравятся такие приглушенные контрасты, как этот, потому что так проще начать. Если вы сможете надеть такие туфли, то вы сможете носить и более контрастные. Да, они привлекают внимание и выглядят хорошо. Но многие даже не заметят, потому что это довольно классические туфли, которые я бы мог надеть даже с кэжуал костюмом. Говоря о кэжуал и контрасте, поговорим о кожаных кроссовках. Киды, это прикольно, но кожаные кроссовки – это самое то. Они бывают из различных материалов. Эти у меня в руках из кожи. Когда покупаешь замшу, то лучше брать обработанную, потому что за ней не требуется сильный уход. Но в целом, когда ты покупаешь темную замшу, то, по моему мнению, она отлично подходит к обуви. Добавляет текстуры и позволяет выделяться в толпе. Когда вы выбираете нечто кэжуал, как эти, то их можно надеть с джинсами. Я бы не рекомендовал всем надевать их с кэжуал костюмом. Но если вы рок-звезда или владелец компании, если вам все равно и вы знаете свой стиль, тогда вперед. Интересный факт, что самый простой способ начать – это выбрать одноцветные кроссовки, черные или белые. Для многих это даже стало трендом – просто носить белые кроссовки. Но это приходило и уходило из мода уже долгое время. Например, классические баскетбольные кеды Converse. Они были просто черно-белые. Так что, в целом, эта обувь уже в ходу долгое время. И если у вас получится поддерживать их белый цвет, мне кажется, это самое ключевое. Не стоит ходить в грязной обуви, поэтому убедитесь, что вы следите за кроссовками и они остаются белыми. Если это слишком хлопотно для вас, тогда просто следите за тем, чтобы подошва оставалась белой, а сверху пусть будут контрастные цвета, как вот тут. Красивые кроссовки, с чуть завышенным верхом для поддержки лодыжки. Это в целом очень красивый дизайн, если вам хочется что-то кэжуал и весело. Хорошо, я обещал вам рассказать в конце больше о ботинках, поэтому переходите по этой ссылке. Почему вам надо носить ботинки и как они делают вас более привлекательным? Я привожу тонну причин, парни, так что если у вас когда-либо были сомнения, зачем вам нужны ботинки, или если у вас нет ботинок, тогда вам надо посмотреть это видео. Да и если у вас есть ботинки, все равно его посмотрите. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!